В гостях хорошо, а дома лучше. There is no place like home, говорят англичане. Приветствую всех, меня зовут Достон, и на курсе «Английский за 26 урок», в котором мы разбираем очень интересные темы с грамматикой и разговорным английским, которые пригодятся вам в реальной жизни. И сегодня мы поговорим, как вы поняли, о вашем доме. About your home. Также можно сказать, если вы живёте в пригороде, это будет suburbs. Азиз, скажите, пожалуйста, я живу загородом. I live in the suburbs. Suburbs, да, в пригороде, я живу в пригороде. Также можно сказать, если вы находитесь недалеко от какого-то места, к примеру, станция, да, недалеко от станции, это можно сказать quite close, то есть довольно-таки близко, если дословно переводить. Quite close to the station. Или какое-то любое другое место можете назвать. Скажем, station. А, тамила, где вы живёте? Where do you live? I live in the... Right in the center? Yes. И что находится рядом с вашим домом? Station. Station? Yes. Кольцо падения. Хорошо. Давайте теперь поговорим о типе строений домов. Type of the building. Type of the building. Это может быть как многоквартирный дом. Это у нас получается apartment building или flat. И также может состоять из множества квартир. Квартира, это будет flat или apartment. Хорошо. Какие вы виды домов знаете? Кто может помочь им? Особняк может, да, у вас, если вам повезло, вы можете жить в особняке. Особняк это будет mansion, да? Mansion. Mansion. Или duplex. Вы слышали о таком строении? Да. Duplex. Это когда... Что это? Два этажа. Два этажа. Дом для... Да, могут также две семьи делать это, да? Если вы знаете, также есть такой фильм. Duplex. Да, по столу. Вот. Давайте, да. Также у нас может быть дача, да? Дача это vacation house. Vacation. Или также дача от русского пришло? Vacation house или просто дача? Хорошо, давайте теперь зайдем в наш дом. И что у нас, какие у нас комнаты могут быть у нас дома? Living room, kitchen, tiny room, bedroom, bedroom, kitchen room. Хорошо, давайте некоторые негативные, да? Kitchen, где? Toilet. Было. Хорошо, что у нас там не было еще? Living room. Да, living room, да. Кто не знает, давайте. Kitchen, living room. Еще также у нас есть туалет, как сказать. Toilet? Нет, bathroom. 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 Да, ну, bathroom, может быть, или water closet. Это, то есть, имеете в виду комната для туалета, да? Хорошо. И hall, например, да? Или место, где вы учитесь или работаете. Можно назвать просто study. 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 Это место, где вы учитесь или можете также даже работать. Да, и также важный момент сказать, на каком этаже находится ваш дом. И здесь загвоздка состоит в том, что flats или apartments может быть, к примеру, в британском английском. Мы называем этажи, то есть первый этаж в британском английском называют ground floor. Потом уже идет first floor. Это уже по-нашему получается второй этаж. Они называют первым этажом и так далее, да? А в американском можно ground floor и также first floor. Это получается первый этаж. Хорошо, чтобы не путать, например, если вам нужно на третий этаж. Скажите, пожалуйста, мне нужен на третий этаж. So I want to go to the third floor. На британский. Ah, to second floor. На четвертый, да? Нет, вам нужен на четвертый. Скажем, вам нужен на четвертый этаж. First floor, third floor? Нет, нет, четвертый получается в британском. А в британском или на американском? Американском то же самое, как у нас. Ну, third floor, да? Да, а в британском мы добавляем, получается, выше, да? Поняли? And there's a third floor. Да, то есть, если вам нужен на третий этаж, вы говорите на второй, например. А, wait. Скажем, давайте скажем, а вам нужен на второй этаж. Скажите это на английском, если вы живете в британии, скажите. I need second floor. Ah, first floor. Third. Выше. Потому что первый этаж считается ground floor, как называют, да? И потом идет first floor, это, по-нашему, второй этаж. I need first floor. Ah. Third. Why third? Why? Потому что выше. Они первый этаж, британцы первый этаж называют ground floor. Третий этаж у них будет fourth, четвертый этаж у них уже будет. Понимаете? У них первый этаж, которым называем, они говорят это ground floor. Дальше второй этаж они говорят уже first floor и так далее. Выше, выше. First идет second. Да, second. Но если вам нужен на второй этаж, по-нашему, вам нужно сказать третий этаж. Third floor. Хорошо. Ладно, это немножко для начала всегда может быть сложно. Первый этаж просто. Да, да, да. Ну, навряд ли, что первый. Но такие моменты нужно учитывать. Потому что если вдруг вы скоро поедете в Великобританию, вы должны это знать, да? Хорошо. И, да, и, как я сказал, flats называют в британском английском, а apartments в американском. Есть такие различия, да? Или, например, вам нужно наверх. Это у нас получается? Up. Upstairs. Upstairs. Upstairs, да? На какой-то там stairs. Это может быть внутри дома. Up, да? То есть наверх. И stairs – это у нас? Лестница. Лестница. А если нам нужно вниз? Downstairs. Downstairs. Отлично. Также можно в рассказе о своем доме вы также можете упомянуть, первое, это дом принадлежит ли вам этот дом? Вы можете сказать, I, если вы не снимаете дом, и он вам принадлежит, к примеру, I own the house, да? Вы, то есть, являетесь… Мафа академия. Не-не-не, это ваш дом, и вы его используете, да? Ну, я не за это дом. Каждый месяц плачу, он не будет. Не, это уже по-другому. I own the house – это значит, ваш дом, мне принадлежит этот дом. И также вы можете снимать, как вы сказали. I rent, да, rent – это будет снимать. То есть, вы платите каждый месяц или каждую неделю аренду, да? I rent the house. So, в этом случае you don't own it, то есть, вам это не принадлежит, и вы you pay the rent. Хорошо. Что мы также можем сказать о доме? Он может быть большим, или huge, да? Огромным может быть ваш дом. Какой у тебя дом? You have huge or small? Huge house. And what about you, Тамила? Huge house. I have huge. I have huge house. Также можно сказать light, да? Мой дом светлый или dark, если он темный. Если у вас соседи есть, если они часто шумят, что происходит у нас? Noise, да? Noise. Можно также сказать. Noise – это у нас получается шумный. Или противоположное этому слову. Quiet. Насчет дома мы уже полностью поговорили. Давайте теперь затронем грамматику. И грамматика сегодняшнего урока – это исчисляемый и неисчисляемый существительный. Спасибо.